Добрый день! Сегодня у меня на обзоре, как модно сейчас говорить, ультрабюджетник от фирмы Xiaomi. В такой вот коробочке. Значит, эта моделька Redmi 4A. Она идет в золотом цвете, либо в розовом. В комплект продавец положил переходник, идет адаптер. Вот здесь у нас теперь надписи. И мы имеем максимум 0,15 А. Значит, выход 1 А у него. 5 Вольт, 1 А. Например, провод USB и microUSB, как обычно. Иголочка, чтобы вытаскивать слот. Давайте вытащим, чтобы сразу посмотреть, что там у нас. Инструкция. Вся она китайская. Реалисты теперь учат китайский, как говорится. Эта версия у меня 2.16. Начнем. Телефон довольно-таки такой, я бы сказал, деревянный. Не очень сглаженные края. Легкий, весьма легкий телефон. Меня это смущает. Не знаю, как батарея тут будет, прожорливая или нет. Как обычно, на телефоне матовая пленочка. 3,5 джек для наушников. Датчик шумоподавления. Инфракрасный порт. Замечательно, молодцы. Камера, вспышка на один светодиод. Динамик у нас в неудобном месте. Уже модно здесь ставить. Основной микрофон. Порт microUSB. Кнопка питания. Качелька громкости. Все под рукой, все удобно. Размер удобный, но я люблю чуть побольше телефончики. Так, открываем слот. Посмотрим, что там помещается у нас. Переворачиваем. Да, все как обычно. Одна microSIM, другая nanoSIM, либо micro. И флешка TF-карт. Работает в режиме ожидания как две сим-карты. В режиме разговора как одна. Дальше смотрим о телефоне. Видим, да, Redmi 4A. Версия Android 6.0. MIUI 8.0. 8.0.3.0.0. Стабильная. Процессор 1.4 ядра. Памяти 2 гигабайта. Из 16 доступно 8.94. Да, круто. Дальше по параметрам телефона. Смотрим. Antutu. Вот результаты теста. Для ультрабюджетника я считаю, что вполне достойны. 36 тысяч Antutu. Так, смотрим информацию. Redmi 4A. 64-битный. Android 6.0. Quad-core стоит. Это Snapdragon 425. Дальше у нас Antreno 308. Разрешение экрана 720. 13 мегапикселей. Основная камера. 2 гига оперативки. Из которых доступно 637. Ну, бюджетник, что сказать. Дальше. CPU. CPU. Это мы 4 ядра видели. Тактовая частота 960. 1400 МГц. Ну, я вам скажу, что он шустро бегает. 320 ДПИ. Камера для селфи. Фронтальная. То есть, она же. На 5 МГц. Фотографии будут в описании. Оригинальные. Без сжатия. А видео, как снимает, в продолжение этого видео. Батарейка. Кстати, здесь на 3120 мА. Легенькая она все равно. Что-то меня смущает. Хотя при таком разрешении, при таком... При таком размере, я думаю, что будет нормально держать. Датчик приближения. Бош. Есть. Игровое векторное вращение. Геомагнитное векторное вращение. Сила тяжести. Гироскоп. Гироскоп некалиброванный. Датчик освещения. Тоже есть линейное ускорение. Магнитное поле. Магнитное поле некалиброванное. Ориентация. Датчик приближения. Значительное движение. Счетчик шага. И детектор шага. Замечательные результаты. В рейтинге лучше не смотреть его. Да, он в конце. Ультрабюджетник. Такой вот телефончик. Они почему-то сейчас подняли цену. С доставкой получается 121 доллар. Не знаю. Это, наверное, связано с китайским Новым Годом. Камера довольно-таки широкая. Посмотрим. Посмотрим, как он будет фотографировать и вести себя. Всем удачи. Пока-пока. Аппарат за такие деньги от Xiaomi, я думаю, не подведет. Запись ведется в режиме FHD. Забыл сказать. Индикатор событий есть. Он находится ниже кнопочки домой. Фокусировка есть. Так вот работает видеокамера. Понимаешь, а я был известный. Получильный потом. В этом. После этого. Впlegt. Не знаю. Продолжение следует...